Короче, я решила рассказать вам о своей влюбленности, которая пришла ко мне в Турции. Сидя тут на лавочке, слушая радио на улице, уведренную погоду, вспоминать жаркую Турцию. Не знаю, что тут особо меня никто не поймет, даже если подслушает, потому что все ж поляки. Короче, было это так. Было это после операции. Мне сделали... Сейчас пытаюсь вспомнить. Да, мне сделали операцию на глазах. Было обслой по сетчатке. И, короче, я была в депрессии. Я, как могла, заедала ее. И потом решила, ну, решила, короче, что теперь я должна только отдыхать. Ну, только для всего, чтобы себя утешать, короче. И я жила некоторый период на море. Ну, в общем, суть не о том. После этого я купила путевку, взяла кредитную карту, купила путевку в Турцию на 7 дней. В мае месяце. И полетела. Ну, полетела одна. Как бы номер был у меня... Ну, естественно, на меня одну, но только было три кровати аж. Один диван и еще две кровати. Там еще было так проблемно с поселением, короче. Это было... Мы прилетели с Украины. Была семейная пара с двумя детьми в этот отель. Сива... Ой, блин. В Талии Аква... Аква-ресорт. В Талии Аква-ресорт, да. То есть Сива в Турцию... Блин, в Египте. И потом, короче... Нас не хотели селить. Сказали, мест нету, мы вас сейчас перевезем к другой отеле. Но мы же с Украины, мы боролись. Полдня сидели, ждали. И потом нас поселили все-таки с трудом. Ну, места были, всех селили, кроме Украины. Всех селили, вот... А Украина игнор. Ну, так как нас немного. И они хотели нас переселить в другой дальний отель, в котором не было людей. А в дальний отель, это, понятное дело, к морю надо ездить, наверное. Ну, как бы мы уже поборолись немного. И нас в итоге поселили. Неприятно, конечно, было. Нам пытались там что-то вино или что-то это дать. Ну, короче, ничего не брали. Отказалась я. Как бы, думаю, поселили, и слава Богу. Ну, и вечером было все включено у меня. У меня путевку было классно. В Турции, конечно, сервис лучше, чем на те же деньги в Египте. Все, ну, действительно, много было разнообразия блюд в этом отеле. Неплохо. Ну, очень даже хорошо. Если сравнить с Египтом, что я была. Есть, конечно, в Турции круче отели. Но за 400 баксов, то это было, ну, нормальный такой. Не самый дешевый вариант, но нормально. Было разнообразие блюд, потом все, эти кофейные напитки, там, автоматы, короче. Ну, в общем, ну, так хотелось мне такого, нового чего-то. И вечером я вышла прогуляться. Когда думаю, ну, пойду хоть по территории пройдусь, потому что скучно же самой сидеть. Все в основном семьями, парами, подругами, друзьями. Украинцы они много, и украинцы между собой особо не общаются. А где бы они не были, я уже заметила. Потому что мы такие люди по натуре, я думаю. Ну, общаемся, но не настолько душевно и радостно, как и национальности. А, и перед этим я же пару фраз на английском выучила. Я учила английский в школе, но я выучила пару фраз, типа, я плохо понимаю по-английски. И мужчина такой идет, и такой сбоку откуда-то вдруг слышу, типа, «Ду из Пекина же?» Я такая, ну, типа, «Литл», сказала же, «Немного». Ну, и тут слово за слово пошли, типа, там концерт был какой-то, стоим же, типа, ну, никто не был. Бун, такой красивый мужчина, черный же, волосы черные такие, ну, смуглая же кожа. Ну, конечно, как все турецкие мужчины, но он с Кундестана, так сказать, родом. Ну, ну, как бы они все красивые, у них такое в крови. У них, наверное, управляются наши женщины, смешать, они горячие, они рады, они смотрят, не жадничают. По крайней мере, умеют обещать хорошо. Ну, в общем, сразу мы с ним так как-то спушили и пошли пить пиво. Ну, вернее, я не знала, где там шо, я же стеснялась еще там. Все можно было брать бесплатно, а я стеснялась. Потому что еще наш советский менталитет, шо, не бери, убьют, не трогай. Ну, уже, типа, уже, как мне, говорю, где тут шо можно брать. Да, да, еще все показал уже. Короче, с ним мы пили-пили целый вечер. Потом уже, короче, вечер закончился. А у него оказался номер рядом с моим номером. Вот такая совпадуха. Там много этих зданий на территории отеля. Ну, вот так получилось, что... И он был один номер, он приехал на встречу с сестрой, и, ну, с родной сетрой, и ее дочками, там, племянница взрослая такая уже, и сестра уже взрослая. Ему где-то 50 был с лишним, но он обманул, сказал ему 40. Хотела она быть моложе, хотя мне было пофиг, сколько ему, хоть вообще 70. Ну, естественно, наш уже в эту ночь я сразу к нему пошла, и осталась... Ну, не, я не осталась ночевать. Я пошла, погостевала, и пошла к себе. Он, типа, мне нравится, что эти мужчины, они, вот, переночившись со мной, типа, ну, вот, наши какие-то ледышки в основном. Они там это, сделал-сделал, как говорится, задница отвернута, и все. Либо вообще привел к себе, потом за дверь вытолкал, чтобы никто ему не мешал. Типа, езжай, типа, домой. Сейчас мы ее в шоке, конечно, но оно так и есть. Только познакомишься, даже будешь там год встречаться, все равно он так ледышка. А эти нет, эти хотят, чтобы ты ночевала, спала с ним вместе в его объятиях, короче. А я с дороги делала, думаю, что я так устала, я думаю, блин, я сейчас не выспрость нифига, думаю. Еще, мало ли, сейчас начнет храпеть. Короче, я слиняла в свой номер, тем более, что там рядом. Потом, слушаю сейчас песню. Кубета может значить твое жичие. Девушка, женщина может уничтожить твою жизнь. И, короче, шоу-шоу-шоу. На следующий день мы тоже, с утра он уже примчался ко мне. Это так было приятно, потому что мне этого и не хватало, как бы, любви такой, ну, тепла. И уже мы весь день ходили вместе, вот. Ну, просто, как говорится, как эти попугаи-неразлучники. Он уже меня показывал всем своим родственникам, всем этим. Ну, еще были, все там хихикали. Ну, в общем, мне нравилось это, быть такой окруженной вниманием. И там в столовой он приходит, приносит там. Ну, я ж, знаете, как по простому. Все включено, но я пришла на тарелочку, нагребла чуть-чуть, там, скрасить краечку. И все. Я не засматриваю, где же лучшее. Ну, я не умею это делать, наверное. Ну, как говорится, мы еще не доросли до этого. Он мне, он пришел, глянул, что мне говорит, что это ты взяла, типа. Пошел, набрал мне целую тарелищу, одну-вторую наставил там вокруг. Ну, все равно, вот это такое ухаживание, оно приятное. Ну, вот умеют же. Как-то, даже, ну, учиться им надо. И вот это же все мне, везде меня окружало этим вниманием. И, ну, куда я только я не шла, и он за мной. Ну, приятно. Ну, как бы уже вторую ночь, я не помню. Наверное, только на третью ночь я пошла к себе в номер, я не знаю, что. А уже третью, наверное, и все остальные мы уже вместе. Уже я потом как втюлилась, уже как-то, как понесло.